Подведены итоги регистрации кандидатов в Акимы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Руководство территориальной избирательной комиссии озвучило количество самовыдвиженцев, партийных кандидатов и другие интересные цифры. Со статистикой предстоящих выборов ознакомился наш корреспондент. 14 июля 18.00 завершилась регистрация кандидатов в Акимы 42 сельских округов и двух сел в 13 регионах Павлодарской области. Из 168 выдвинувшихся кандидатов зарегистрированы 142. Из них 52 представлены политическими партиями, 90 человек путем самовыдвижения. Средняя конкуренция составила 3 человека на один избирательный округ. Наибольшее количество кандидатов по 5 человек зарегистрировано в трех сельских округах. По 5 человек зарегистрированы в трех сельских округах. Это Кинжикольский сельский округ, сельский округ имени Амарова города Аксу и Садпаевский сельский округ Баянаульского района. На предстоящие выборы партия Нуратам представила 35 кандидатов. По 2 человека выдвинулись от партий АУЛ и социал-демократов. По 5 кандидатов представят партии АУЛ и НПК. Трое состоят в партии АДАЛ. Из 142 зарегистрированных кандидатов 45 – женщины. 76 являются действующими государственными служащими. 10 – представители коммерческих структур, 52 – работники бюджетных организаций. Четверо – временно безработные. В разрезе специальности 23 экономисты, 25 – юристы, 49 – преподаватели, 16 – инженеры, 10 – имеют сельхозаградные специальности. Зарегистрировано несколько фактов недопущения граждан к предстоящим выборам. Два отказа связаны с коррупционными фактами. Один кандидат не прошел в силу пенсионного возраста. 18 человек не прошли соответствия к квалификационным требованиям. Два кандидата будут представлены на выборах из других регионов Казахстана – Северо-Казахстанской области и города Нур-Султан. Напомним, выборы Акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов назначены на 25 июля текущего года. Александр Логвин, Иртисак Парад. В продолжение темы. 25 июля в Кенжикольском сельском округе, в который входят села Кенжиколь, Байдалы и Долгая, состоятся выборы Акима. Подробности расскажем в сюжете. Более 5000 избирателей будут выбирать Акима Кенжикольского сельского округа. Всего работают 4 избирательных участка. Два в Кенжиколе, один в селе Долгая и один в селе Байдалы. Регистрацию прошли 5 кандидатов, которые уже начали предвыборные кампании. Всем кандидатам выделены равные условия и возможности по проведению предвыборной агитационной работы. Финансирование выборов проходит за счет транспортов, выделенных из республиканского бюджета. Каждому претенденту на пост Акима выделили по 220 тысяч тенге на выпуск агитационных материалов, транспортные расходы и аренду помещений. В числе кандидатов два самовыдвиженца и три члена партии, одна женщина и четыре мужчины.